Листики, если меня слышно. Отлично. Сегодня я проведу встречу с партнерами компании Infinii. Меня зовут Сергей Чароков, если кто не знает. Тема моего доклада – ценность бизнеса Infinii. Хочу вам донести информацию, за что же мы платим в компании Infinii такие деньги, и что мы за это получим? Всем известно, что все познается в сравнении. Постоянно все что-то с чем-то сравнивают. Пошли в магазин, сравнили одну цену на товар с этой же ценой на другой, с этим же. Поняли. Итак, поехали. Ценность познается в сравнении. Для того, чтобы зарабатывать на eBay, на Амазоне и на других торговых площадках, у нас есть несколько путей, несколько направлений деятельности, где мы можем научиться, как это делать. То есть это может быть самокопание. Это может быть пойти к специалистам по фрилансу. Это можно купить курсы, либо какие-либо обучающие тренинги в интернете. Возможно торговля через... Также возможно оптовая торговля или оптовая торговля Infinii. И естественно, что нам представляет сама компания Infinii. И я хочу разобрать некоторые моменты из этих пунктов. Давайте разберем по порядку. Значит, что же такое самокопание? То есть вот многие говорят, да, можно торговать без компании Infinii. Можно. Вполне возможно это делать. И так этим занимаются многие люди, которые, во-первых, разобрались, как это делается. А чтобы разобраться, надо, конечно, потратить множество времени. То есть это прочитать множество разных мануалов, которые разбросаны на всевозможных просторах интернета. Это пойти на разные форумы, покопаться. Это посмотреть множество видеороликов. Это перелопарить кучу сайтов. И не факт, что информация будет на 100% достоверной. Потому что мануалы надо изучать правильные, именно на торговых площадках. На форумах пишут все, кому не лень. В видеоролике то же самое пишут все, кому не лень. И не факт, что это будет правильно. И вообще это не гарантирует вам никакой доход. На сайтах то же самое делают люди. Делают профессионалы и делают непрофессионалы. Профессионалы, естественно, не будут делиться информацией просто так. Компания Финяйна всю информацию, все дает в одном месте. С пошаговым планом. Давайте разберем поподробнее. Я в интернете накопал разную информацию за последнее время. Вот, например, разберем стоимость услуг на фрилансе. То есть мы можем не изучать, мы можем обратиться к специалистам, пойти на фриланс, заплатить им денег, и они все за нас делают. Вот, обратите внимание на цены. Сколько чего стоит. Значит, вот, например, на одном из сайтов фриланса я нашел такие цены. То есть сделать один листинг. Стоит 5 долларов. Одна позиция, да? И ежемесячная оплата за нахождение одной позиции на аккаунте при отсутствии продаж, начиная со второго месяца, 25 центов. То есть даже при отсутствии продаж. Обратите внимание. Как сделать листинг? У нас есть в компании Финяй полностью инструкция. Причем листинги, вот почему он берет за создание листингов деньги. Потому что в ручном режиме сделать листинг, это не так быстро, на это потребуется время, на это потребуется вообще творчество, потому что подобрать картинки, подобрать описание каждому товару, еще и выбрать товар нужно. И как это все делать, на это нужно знание. И еще на фрилансе берут 10% с продаж. 10% с продаж. Компания Финяй берет гораздо меньше процентов с продажи. Там вообще копейки берутся. Это также с фриланса я взял. То есть человек имеет аккаунт на ebay под названием Broadcaster Pro. У него, кстати, не так много продаж, я посмотрел. В принципе, есть фидбэки. Фидбэки, если кто не знает, это отзывы. То есть у него там порядка 18 фидбэков, по-моему. Ну, в общем, не так много, но опять-таки он за это берет деньги. И я вам хочу сказать вот что. Значит, что он берет еще за свои услуги. Он может вам открыть счет на Paypal, счет на ebay и за это тоже взять деньги. То есть открытие аккаунта на ebay плюс Paypal плюс настройка под ключ стоит 50 долларов на фрилансе. Почему у нас чата нет? Минуточку. Вот, друзья, напишите, пожалуйста, кто уже настроил ebay и открыл счет на Paypal. Вот поставьте плюсики, кто это сделал. Вот, сколько людей у нас это уже сделано. То есть фактически на уроках, которые у нас есть в кабинете, мы это все сделали. На фрилансе за это берут деньги. Обратите внимание, 50 долларов за то, что вы сделали уже сами. То есть я думаю, кто сделал, это не сложно было. Открыть аккаунт на ebay, открыть аккаунт на Paypal и это все вместе связать, настроить. То есть вот такие цены я нашел на просторах интернета. Поехали дальше. Я нашел курсы, как торговать на Амазоне. Через Amazon FBA. Значит, сколько это стоит? То есть в данном случае человек берет деньги, либо это будет 1490 долларов за обычное участие, то есть в обычной группе стандартной, либо это будет 2590 долларов за участие в качестве вип-участника. Естественно, гарантии вам никто не даст. Инструменты вы никакие не получаете. Вы получаете, конечно, информацию, которую, ну, информацию по емкости для вас будет такая же, как один из мастер-классов от компании Infineye. Вот, например, был последний мастер-класс на русском языке. Он был первый и последний, конечно. И вот этот трехчасовой мастер-класс, он реально стоит денег, за которым некоторые ушлые ребята, опираясь на тот мастер-класс, начали делать инфопродукты. В данном случае я вам показал, сколько это стоит только на одном Амазоне FBAI. В компании Infineye мы это получаем в комплексе. То есть сейчас, вот на данном этапе, все занимаются торговлей на eBay, взяв информацию о товаре на Амазоне. В дальнейшем мы, конечно, научимся работать с Амазоном FBAI, будем учиться выбирать поставщиков и в Китае, и как отправлять товар на Амазон и совершать продажи. Это будет в дальнейшем. Все мы будем делать поэтапно. Все мы будем делать поэтапно. У Амазона они работают фактически в автоматическом режиме, то есть людей там, обслуживающих персонала, очень мало. Все делают роботы. У нас даже есть ролик, Денис Веркач, наш спонсор, где-то откопал, довольно-таки интересный. Кто хочет посмотреть, зайдите в интернет, посмотрите. Ну, в принципе, все видели уже. То есть как работает Амазон FBAI. То есть вы отправляете товар за склад так. То есть вот по такой схеме, в принципе, это в дальнейшем мы будем изучать. Так вот, вот эти деньги, которые можно заплатить за курсы, которые 1490, либо 2590 долларов, вам научат за эти деньги только на одном Амазоне FBAI торговать. И больше ничего он не научит. Поехали. Что еще нужно для торговли, для успешной торговли? Нужны инструменты. Я вот тоже накопал в интернете разные инструменты. И, например, один из инструментов, который позволяет связать Alibaba сайта, eBay и PayPal. То есть это как раз инструмент для продавцов. Он стоит денег, он стоит под 14 долларов в месяц. Значит, ну, естественно, не все так просто оказалось. Значит, за эти 14 долларов они дают только приманочку. То есть зарегистрируйся, там, две недельки бесплатно, 14 долларов якобы в месяц. Но, покопавшись дальше в интернете, я много чего нашел. И это стоит гораздо больше денег, потому что там нужно еще опцию включить, еще заплатить, еще опцию заплатить, еще опцию. И, включая все эти опции, у вас ежемесячная абонентская плата перевалит далеко за 100 долларов. Это только затравочки, 14 долларов в месяц. Главное, чтобы вы клюнули. А дальше начнут вас сосать очень хорошо. Поехали дальше. Недавно на одном из моих роликов на YouTube я нашел, ну, один человек оставил интересный комментарий. По поводу нашего обучения с Леной Романовой и с Даней. Такой комментарий. Я его не стал удалять специально. То есть человек говорит, что мы, мол, дилетанты, мы ничего не понимаем. Человек говорит, что он профессионал в оптовой торговле. И что для того, чтобы научиться торговать и зарабатывать много денег, надо как минимум 10 лет потратить. Вот он так и пишет. Вы знаете, у меня в команде есть партнеры, которые занимаются в данный момент оптовой торговлей. Вот этот человек, он просто написал, что он занимается оптовой торговлей. Ну, я его прошерстил, прошерстил его страничку в ВКонтакте, на Фейсбуке. Человек занимается финансово-пирамидками чистой воды, но в оптовой торговле он в данный момент не занимается. То есть он не просто так ушел из оптовой торговли. Что я хочу сказать. Вот у меня есть партнеры, которые реально сейчас занимаются оптовой торговлей в Москве. Я им звоню периодически, говорю, ну, что вы, в Инфиняй, что-нибудь думаете торговать, учиться? Ой, это так сложно, это надо переучиться. Ой, нет денег, ой, нет того, нет того, нет того, нет желания. Но денег у них как таковых, я бы не сказал, что прям очень много на этой торговле. То есть они связывают, поставщиков ищут, магазины ищут, и между собой их связывают, и получают какие-то комиссионные. Да, конечно, этот бизнес работает давно в России, и не только в России, это везде работает. Но это опт. Вчера я был на мастер-классе по оптовой торговле. Я вам скажу, что там тоже не все просто так. И для того, чтобы заниматься оптовой торговлей, вам нужно открывать, конечно, фирму. То есть это будет индивидуальное предпринимательство, это будет ООО, неважно. То есть это будет юридическое лицо, и вы за это будете платить налоги, естественно. Там, естественно, строгая отчетность, все как положено. Если мы связываем нашу деятельность с компанией GNI, то нам этого ничего не потребуется. Нам не нужно открывать ни ООО, ни ИФЭ. То есть мы, как физические лица, торгуем на территории не России, на территории, например, США, на территории Англии, Германии, Австралии. И за это получаем комиссионную. Итак, что же нам дает компания Infinii? Компания Infinii нам дает за нашу ежемесячную абонентскую плату. Она дает обучение. Обратите внимание, сколько она нам всего дает. Обучение по торговле на еды. С первого по седьмой шаг. Это все надо выполнить. Дальше. Обучение по торговле на Амазон. Обучение по банансе. Кроме этого, есть еще разные тренинги. Это мастер-классы. Это международное обучение. Обучение на как найти товар. Разные способы нахождения товара. Все нам дают. И все очень так емко, профессионально. То есть за три года, как работает компания DS Domination, они отработали полностью технологию поиска товара и продаж. То есть с нами работают профессионалы. Вот те люди, которые ведут мастер-классы, это профессионалы, которые не первый год в этом бизнесе. И они очень четко, емко, без воды дают нам информацию. Кто был на мастер-классе 29 февраля? Поставьте плюсики, пожалуйста. Кто был на мастер-классе? Мастер-класс был на русском языке. Это был первый мастер-класс. И нам давали самые азы от А до Я, что надо сделать. Что надо сделать. Сколько людей было на мастер-классе. Отлично. Поехали дальше. Теперь разберем возможность заработки в компании Infineye. То есть у нас есть три направления деятельности. Таких глобальных направлений деятельности. То есть заработок через... Это немножко в слайдах ошибся. Ну, ничего страшного. То есть заработок по маркетингу. Приглашая людей, то есть давая возможность им научиться новой профессии, чтобы люди зарабатывали, вы за приглашение получаете определенный комиссион. Построив определенную структуру из таких маленьких магазинчиков, вы будете зарабатывать гораздо больше, нежели будете зарабатывать просто самостоятельно. Это одно большое направление. Второе направление – это получение денег от торговли. То есть пройдя все обучение от А до Я, присутствие на разных мастер-классах, научившись торговать, вы начинаете зарабатывать на торговле. На разных торговых площадках причем. И третье направление – это комплексы направления. То есть это маркетинг плюс торговля. И вы зарабатываете и там, и там в обоих направлениях. Поехали дальше. Значит, в интернете я видел несколько видеороликов интересных, в которых говорится «DefDomination – это скам». То есть они соскамились потому что потому. То есть без каких-то серьезных фактов. Даже на моих видеороликах, в комментариях, тоже интересные комментарии встречал. Но «DefDomination», ой, наша компания Infinii, она не дает возможности раскрутить свои аккаунты на том же eBay на Амазоне. Там еще много чего писали всякого. Комментарии я тоже не стал удалять. Пускай люди читают. Так вот, что я хочу сказать по поводу скам или не скам. Вот участвую, например, в финансовых пирамидах. А я знаю, что многие участвуют в финансовых пирамидах. Многие, кто-то привлекают даже людей, кто-то не привлекают. Но в любом случае, какой-то опыт у 99% людей был в участии в финансовых пирамидах. И я вам скажу так, что когда в финансовую пирамиду мы участвуем, мы деньги несем в пирамиду и получаем деньги из пирамиды. То есть путем перераспределения денег. Здесь я вам хочу показать направление финансовых движений денег в их компании. Значит, мы получаем деньги по маркетингу, когда привлекаем людей, давая им возможность зарабатывать. В этом случае мы получаем деньги непосредственно из компании PNI, выводим их на платежную систему GPG. И с платежной системы GPG деньги отправляем на свою карту, либо счет в банке. Поступление денег у нас по времени следующее. То есть за что мы получаем эти деньги? За то, что продали возможность человеку. Человек платит абонентскую платку, и мы постоянно имеем пассивный доход. И компания Infini. Деньги мы получаем на GPG в течение нескольких часов. И с самой платежной системы GPG на свою карточку я получал, несколько раз уже выводил деньги. Деньги идут в течение 3-4-5 рабочих дней. То есть это довольно-таки очень быстро. На счет в банке то же самое происходит. Следующий поток получения денег. Это уже на торговле. То есть когда мы начали торговать на eBay, если кто-то у нас покупает товар на eBay, деньги мы получаем не через компанию Infini. Деньги у нас поступают напрямую на наш счет PayPal. То есть PayPal это наш. И деньги с PayPal мы отправляем на счет в банк. И когда мы приобрели... Ой, подождите. Не приобрели. Когда у нас клиент купил на eBay, деньги падают на наш счет PayPal. Деньги на... Ну в самом начале, когда мы зелененькие, вообще такие зеленые новички в торговле на eBay, то есть мы молодые продавцы, деньги у нас замораживаются. Они могут заморозиться где-то на 20 деньги. Мы после этого идем на eBay, на Amazon. И на Amazon покупаем товар для нашего клиента, для нашего покупателя. За наш день, с нашей карточки покупаем. И указываем, куда отправить нашему покупателю. Фактически в этой схеме Amazon, eBay и PayPal компания Infineye у нас получает только определенные комиссионные за то, что она позволяет выставить листинг очень быстро. То есть листинг, если кто не знает, это оформление товара на eBay. Одно дело в ручном режиме это выставлять, а другое дело в более-менее автоматическом режиме. Далее. В дальнейшем мы начнем торговать с Amazon. И там опять-таки станем продавцами на Amazon. Заведем там, естественно, аккаунт продавца. И деньги мы с Amazon будем получать на нашу карточку Pioneer. То есть, опять-таки, эти деньги будут поступать не через компанию Infineye. Поставьте плюсики, кому это понятно. Спасибо, ребята. Поехали дальше. Ну, в итоге у нас получается следующая схема. То есть, те люди, которые занимаются в комплексе, они еще начинают расти по карьере и еще получают дополнительные бонусы и признания. В принципе, на сегодня моя лекция завершается. И я готов ответить на ваши вопросы. Вопросы, кому что понятно, кому что не понятно. Ну, вопрос по компании есть. Как положить первые деньги на Pioneer? Хороший вопрос. Людмила, я не ложу деньги на Pioneer, поэтому не могу объяснить. Спасибо. В данном случае по Pioneer еще разбираюсь. Так же, как и все. Мы сейчас все в одинаковых условиях, все в процессе обучения. Поэтому, кто что понял, тот подсказывает. По Pioneer, как положить деньги, пока не подскажу. PayPal не для СНГ. PayPal не для СНГ. По PayPal компания ищет варианты. Как только найдет, будет тоже хороший вариант. Может быть, это будет через посредники. Кстати, в интернете некоторые товарищи уже предлагали вариант работать через посредников. Для тех людей, кто проживает как раз в тех странах, где PayPal не работает. Как выйти из минуса по товару на спринборде? Минус 62. Так, по товару на спринборде минусы. Интересный вопрос. Я бы вам рекомендовал обратиться в суппорт. По этому вопросу. Я не готов ответить по спринборду. И почему минус получился. Здравствуйте. На какие средства купить первый товар на Амазоне? Вложите на обычную карточку на свою визу, либо мастер-класс. Идете на Амазон и покупаете. Там ничего сложного. Карта Пионера потребуется в дальнейшем, когда уже магазин на Амазоне. И как раз Амазон работает с Пионером. Для вывода денег нам нужна будет как раз как-то Пионер. Как Infinii будет забирать свой процент? Надо оставлять часть денег на GPG. Как Infinii будет забирать свой процент? Значит, смотрите, когда мы делаем листинг, там уже включена комиссия компании Infinii. Обратите внимание, когда будете составлять листинг, именно через компанию Infinii. И там будет процент, процент, процент. И комиссия, как раз там маленькая комиссия от компании будет. Поэтому стоимость товара на eBay будет уже конечная. И в эту стоимость уже включена комиссия на eBay, ваши комиссионные и комиссия компании Infinii. А какой процент берут посредники? Так, где-то я видел этот видеоролик. По-моему, у Лобанова я видел этот ролик. Вот, он тоже где-то откопал. Но там, по-моему, процентов 10 точно берут эти посредники. Так, нет, а что есть уже отчет по скринборту, где вы увидели, что у нас минус? А, понял. По скринборту мы ожидаем 15 марта первый отчет. За декабрь, может, за июнь уже будет. Так, дальше. Как быть с американским номером телефона, который нужно указывать при отправке товара? Отличный вопрос, Ефим. Я нашел ответ на этот вопрос. У меня есть американский номер телефона. Протестировал на своей команде, кто проживает в США. Все работает. Я звонил с компьютера. Эти звонки бесплатные. И высветился номер телефона у моих партнеров. И попытались они мне позвонить. В принципе, это работает. Единственный минус при бесплатном таком способе получается каждый раз новый номер телефона. И та компания, через которую я это делал, за постоянный номер телефона, она берет абонентскую плату. Так, абонентская плата. Сейчас скажу точно. По-моему, 10 долларов то ли в год, то ли в месяц. Так, супер, супер. Сейчас я вам даже скину ссылочку. Сейчас, минуточку. Так. Так. Да, 10 долларов в год. 10 долларов в год. 10 долларов в год стоит номер, американский номер. Значит, вот вам ссылочка, где можно взять американский номер. Значит, для чего нам будет необходим американский номер. Кто смотрел мастер-класс на русском языке, Билл говорил, что на сайте Оверстока нам потребуется как раз американский номер. Он нам предлагал воспользоваться услугами скайпа, но я еще нашел вариант через компанию MagicJack. Я ей пользуюсь уже давно, в принципе, ей можно звонить, через них можно звонить бесплатно в США и в Канаду. Также вам могут звонить, и они дают как раз в пользование американский номер, ну, как раз за 10 долларов в год. Поехали дальше. Как установить эту программу? Я бы показал экран, но почему-то у меня сегодня не работает показ экрана в этой комнате. Объяснить не могу. И через показ экрана было бы гораздо проще. То есть, если у вас есть смартфон, вы можете поставить эту программу MagicJack на смартфон через PlayMarket, либо AppStore. Если у вас нет смартфона, тоже выход из ситуации возможен. Устанавливаете на компьютер программу, эмулирующую тот же Android, операционную систему. Эта программа называется... Сейчас я вам скину название. Как она называется? Программа называется PlusTax. Ставите эту программу, регистрируетесь, и там внутри открывается, в общем, у вас по типу планшета экранчик. Выбираете в PlayMarket MagicJack, устанавливаете. Естественно, в MagicJack надо будет регистрироваться, чтобы была возможность пользоваться. Пользование программой бесплатное. Так, поехали дальше. Людмила. Обязательно банковский счет, карты виза недостаточно. Банковский счет есть у карты виза. Махмуд. А виза Classic заменяет пионеру в России? Виза Classic и пионер не заменяет в России. Пионер это пионер, пионер, а виза Classic это виза Classic. В принципе, они более-менее равносильные. То есть, для того, чтобы мы могли работать, нам достаточно иметь карты класса виза, либо мастер-карты. Карта пионер нам нужна будет в дальнейшем для работы с Амазоном, как продавец. Чтобы с Амазона получать деньги на нашу карту пионер. Нужно еще на другую карточку получать, например, на тот же Leopay. Существует Амазон для каждой страны. Какую страну при регистрации на Амазоне будем указывать? Регистрацию на Амазоне будем указывать. Я регистрировался по России на Амазоне. По телефону можно по-русски говорить? В каком телефону говорить? По-русски. Ну, а у себя в кабинете? Так, 10% посредников общинка выделки не стоит. Так. В смысле телефона, если не знаешь английский язык. А, куда там собирать эти звонки? Непонятно. Значит, по Аверстоку. Билл нам четко рассказал, что нужен будет... ... ...нужно будет просто указать номер телефона ...именно в процессе оформления товара на Аверстоке. Чтобы этот товар был отправлен с Аверстока нашему клиенту. Но не надо говорить. Просто нужен номер телефона. Вот для этого он нужен. Зачем говорить? Если вы хотите говорить, пользуйтесь... ...помним шайдом. ГОНЕЙТА Так, если каждый раз не надо разные американские номера, то за каждый номер надо платить 10 долларов. Ну да, один номер 10 долларов. А если каждый раз, ну включайте каждый раз свою программу Майдиджет, и у вас будет разный номер постоянно. Так, как будет регистрация на Альфиняя? Какую карту к вам регистрируют, если я с Украины? Могу ли я потом поменять карту, если что-то будет через нее не работать? Для регистрации на Альфиняя вы можете использовать любую карту, виза, либо мастер-карту, они все проходят. Выводы для оплаты должны все работать. Так, Next+, на смартфоне дают постоянный номер американский. Next+, Ну вот еще один вариант. Next+, Хорошо. Дальше. После 10 листингов на ebay надо ждать месяц. Или можно раньше просить повышение лимитов и еды. По лимитам, как только вы продаете, просите еще раз. И вам должны увеличить лимиты. Так, нам свой телефон нужен? На Амазоне не нужен свой телефон. Ну, не слышал я. Возможно, в дальнейшем он не понадобится. Просто по Амазону мастер-класса у нас как такового еще не было. Я запомнил то, что номер телефона американский нужен только на оверстойке. По Амазону будет у нас мастер-класс. Как только будет, мы узнаем все. Когда появятся товары на стрендборке в категории Prime. Значит, Андрей, периодически товары появляются в категории Prime. Но они как появились, так быстренько разошлись. Потому что люди туда частенько заходят. В компании не тысяча человек. В компании больше 60 тысяч человек. Включая американцев. Поэтому, кто раньше встал, того и тапки. И в разделе Prime там не так много товара бывает. И они бывают так, повисят день-два и все, их уже нет. Так... Помимо шоу, теперь руководство компании с нами будет общаться? Будет, почему? Вопрос 1936. 1936. 1936. С какой карты Pioner дается и счет в американской банке? Можно ли привязать его к PayPal? Ну, и таким образом снять вопрос для СНГ. Дело в том, что... Мы с партнером разбирались. Там есть определенные заморочки. Именно по привязке американского счета. Поэтому пока вопрос открыт. Как привязать PayPal к американскому счету? Кто теперь лидер русскоязычной команды? Мы все лидеры русскоязычной команды. Кто готов, кто-то будет лидером. Почему ушел к Фомину? Это не ко мне вопрос, это к Фомину. Хорошо. Так, давайте еще минут пять. Вопросы еще остались, друзья? Хорошо. Раз вопросов нет, тогда давайте закругляться. Хорошо, пишем. Кто теперь лидер? Возьмите ответственность за себя в первую очередь. Скажите, я хочу быть лидером. И вы будете лидером. Начните разбираться, начните вести вебинары. Станете лидером. Когда будет Инфиняя отслеживать наши товары? Там много чего готовится, много чего делают на сайте. Поэтому отслеживать наши товары. Там недавно подключили социальные сети, для того, чтобы мы еще могли в социальных сетях поделиться. Может, кто-то из социальных сетей придет к нашим и возьмет наши товары. Поэтому все постоянно что-то докручивает на сайте. Еще на самом деле такой приланч идет. Продажа изменит цену. Ну, пока не готовы ответить на этот вопрос. Ну, хорошо, друзья. Давайте закругляться. Спасибо. Всем до скорых встреч. Завтра у нас ведет встречу Денис Деркач. Приходите на наше обучение. Каждый партнер – это будущий директор. Его будущее в его руках. Никто не будет вас толкать и муть. Станьте лидером с самого начала. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Мы все лидеры, но все в самом начале. Закон 1.9.90 еще никто не принял. Он будет работать везде. Вот мы сейчас в самом начале, в самом таком соку, то есть в одном проценте как раз. Все, друзья, всем пока, всем удачи. Поздравьте своих жен с праздником 8 марта. Женщины тоже поздравляю вас. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok